Книга «Открытым оком. Тема мусульманства. 27-й том. Вопрос 3877-й». Пишут про какой-то фильм против мусульман, и они снова угрожают автору этого фильма. О чем идет речь? Прокомментируйте как можно подробнее. Отвечает Игнатий Тихон-Челаткин. Об этом уже отвечено в 25-м томе «Открытым оком. Вопрос 3750-й». Голландский режиссер снял документальный фильм продолжительностью 18 минут. Вот о чем часть материала из прессы. Вы и глаза мотнуть не успеете, как в стране будет больше мечечи, чем церквей. Это в кавычках все. В кавычках открыты. Запретите эту проклятую книгу Коран, как Майнкамп. В кавычках закрыты. В кавычках открыты. Расизм – низшая форма глупостей и исламофобия – верх здравого смысла. В кавычках закрыты. Согласно результатам различных опросов, общественное мнение, примерно две трети голландцев считают ислам несовместимым с современной жизнью Европы. Цветной фильм начинается так. Звучат слова. Предупреждение. Фильм содержит шокирующие кадры. Далее страницы Корана. Картинка головы в чалме и черепе фитилизапалом. В черепе фитилизапалом. Коран. Восьмая. Шура. Шестьдесятый. Вирш. Сура. Готовьте для них всю свою мощь и всю кавалерию, что имейте, дабы навести ужас. Поселить ужас в сердцах врагов Аллаха, ваших врагов. Тексты Корана и иные, по-английски и по-рабски, на разделенном на двое экране. Тексты Корана поет Нудзин за экраном. Лечащий самолет врезается в здание торгового центра в Нью-Йорке. Все кадры документальные. Бегут испуганные люди по улице. Мольба из горящего высотного здания. Я умру. Нет, нет, что вы. Да я умру. Читайте молитву, прошу вас. Я умру. Читайте молитву, я умру. Вы должны настроиться на лучшее и помочь нам вызволить вас оттуда. Я умру. Сохраняйте спокойствие. Боже мой, пожалуйста. Вы молодец. Здесь так жарко. Я горю. Кадры в подземке. Я на станции, в поезде разорвалась бомба. Бегут люди. Помогите, голос. Чем можем порадовать Аллаха? Аллах радуется гибли неверных. Уничтожьте неверных и политеистов, многобожников. Врагов Аллаха, своих врагов и врагов религии. Другой оратор – мусульманин. Каждого сочтите и убейте. На фото английский текст. Ни одного не оставляйте в живых. Трупы вокруг. Поезд взорванный. Коран 4. Шура 56. Те, кто не уверовал в знамения наши, мы придадим огню. И как только шкура их хорошо прожарится, мы наделим их другой, новой шкурой, дабы узрели в наказание всем величие и мудрость Аллаха. Текст русский на фоне арабского и английских текстов. На фото человек в чалме. Если будет на то воля Аллаха, и камень промолвит. О, мусульмане, еврей скрывается за мной, приди же и обезглавь его, и мы его обезглавим. На кафедре стоящей выхватывает саблю и ею трясет, угрожая. Во имя Аллаха мы снесем эту голову. Аллах Акбар, велик Аллах. Аллах кричит три раза и трясет саблей вертикально. Священная война во имя Аллаха три раза, да победит Аллах. Спрашивают девочку в платочке, как тебя зовут? Басмила. Сколько тебе лет? Три с половиной. Ты мусульманка? Да. Кто такие евреи, ты знаешь? Да. А кто они? Они обезьяны и свиньи. А кто это сказал? Аллах. Где это сказано? В Коране. Война, трупы, взорный автобус. Перед микрофоном Магометане. Евреи есть евреи. Их-то и надо резать и убивать. Маршируют вооруженные. По-английски плакат. Будь готовы к настоящей катастрофе. Благослови Божия Гитлера. В масках подняты руки вверх. Позади в нацистском приветствии многие, а впереди в чалмах. Калаш. Коран. Шурш, 47-я, 4-й вирж. Посему, встретив неверных, сокрушайте их шею ударами. Когда же вы учинили сердце, среди них кровавую баню, привяжите их крепким узлом. Кадры беседы с журналистом Тео Ван Гогом, позже убитым мусульманином. Вы верите, что однажды какой-либо дурак захочет убить вас? Нет, мне трудно такое представить. Вы верите в человеческое добро? Да нет, это скорее моя самоуверенность, поэтому я считаю, что пуля меня не настигнет. Фото. Сидит Ван Гог, подперев щеку рукой. Кадр на перроне, валяется его труп. Заголовки в газете. Зверски убит Тео Ван Гог. Интервью с его убийцей Мохаммедом Б. Если бы я имел возможность выйти из тюрьмы и снова совершить то, что я сделал 2 ноября, Аллах, я бы снова поступил точно так же. Плакат. Помните пример Тео Ван Гога? Плакат. Священная война против европейских перестановств. Учтите эти примеры, и вы будете платить кровью. Манифестанты с флагами. Рядом фото. Списки планирующихся убийств Мохаммедом Б. На трибуне мужчина. Жертву надо принести и дома, и молодежь. Резать горло и кружить черепа – это путь к победе. Стоят пять человек, одетых в черную одежду и в масках. Перед ними на коленах человек в красном одеянии со звездными руками. Один зачитывает приговор, передает бумагу, гинжалом тут же режет голову. Коран. Шура 4, 89 вирш. Они надеются, что вы также воспротивитесь судьбе и будете жить по их собственным меркам. Не заводите друзей среди них, пока не дрогнут они перед Аллахом. Но если будут против, хватайте и убивайте, где бы ни были, и не ищите в них ни помощников, ни друзей. Оратор с бородой, вокруг стоят люди. Ислам – святая религия, самая хорошая из всех. И если кто уходит в христианство, он заслуживает смерти. В белом проповедник. Ислам – выше еврейства, христианства и буддизма. Аллах принимает лишь законы ислама. Ищущие иных путей вне ислама никогда не будут им приняты. Заголовки газет. Нападение на бывшего мусульманина. Смерть Рушди. На экране листают подшивки газет. Смертельная угроза, также в адрес Хирси Али. Коран, Шура 8, 39 вирш. «Берегитесь с ними, пока они исчезнут, несогласны и не останется лишь религия Аллаха. Ислам – религия, которой желает мирового господства. За кафедрой некто. Однажды так и было, и в конце концов так будет снова», – выступает Махмуд Ахмадинаджад, президент Ирана. «Послание исламской революции глобально. Оно не ограничено конкретным местом и временем. Но не сомневайтесь, по желанию Аллаха, чем будет править ислам. Он будет править всеми горными вершинами мира. Выступает с кафедры некто. «Мы правили миром ранее, и даст Аллах, будем снова править все миром». Выступает в белом одеянии. «Придет день, и мы будем править Америкой. Будем править Британией и всем остальным миром». Еще выступающий. «Аллах указал нам распространять эту религию по всему свету». Еще оратор. «Вы завоюете США, вы завоюете Ангелию, вы завоюете Европу. Вы их всех одолеете, вы добудете победу. Вы завоюете Египет. Мы верим в Аллаха, вы завоюете весь мир». Плакат. «Ислам будет править миром». Плакат «Свобода, пошла ты к черту». Голландия под чарами ислама. Мечеть станет частью системы управления Нидерландами. Флаг и минарет. Катит мусульман к коляску с ребенком. Кабинет отклоняет запрещение на ношение паранжи. Численность мусульман в Нидерландах. В 1909 году 54 человека. 1960 год. 1399. 1990. 458 тысяч. 2004. 944 тысячи. Интервью с молодым человеком. «Если моя мать или моя сестра изменят с другим, тогда я их тоже убью. Тогда ты защитишь честь семьи без сомнения. Беседы с мужчиной». В Голландии можно изменять и практиковать гомосексуализм. Но я не хочу быть частью этого, ибо ислам считает все это преступлением. Открытки. Привет из Нидерландах. Аудиозаписи с голландской мечети. Они должны упразднить политические партии. Общие понятия либерализма, демократии и социализма. Все, что было придумано человеческими мозгами. Если женатый мужчина изменит жене или замужняя женщина изменит мужу, ее закидают камнями. Кадры. Мужчины с завязанными глазами. Будущее Голландии. Гомосексуалисты. Руки за спиной связаны с завязанными глазами. Дети. Кадры. Лицо в крови. Женщина отрезанная голова и у мужчины. Женщин на коленях рядом из винтовки стреляют в затылок. Заголовки в газетах. Исламисты хотят переворота. Гагский район в паутине терроризма наряду с Мадридом. Суданцы требуют казни британской миссы. Медвежонка. Трое подозреваемых в планировании атак. Ад ворвается на свободу. Нужен хороший взрыв бомбы. Мы не согласны со свободой слова, ибо мы отвергаем демократию. Ислам – наша альтернатива. В Амстердаме растет количество убийств из-за оскорбленной чести. Школы закрывают на мусульманские праздники. Урок священной войны в начальных классах школы. Бесплатные экскурсии в Мекку от исламской школы. Анкара хочет турецкий язык в здешних классах. Иностранным имамам упрощен въезд в страну. Убийца Ван Гоха. Мои последователи готовы. Убийство Ван Гоха было совершено по заданному указу. Почти половина молодых выходцев из Марокко мыслят против Запада. Мечети под влиянием радикальной исламской группы. Боевики-смертники в Нидерландах. Собрание группировки Хамаза в Роттердаме. Группа макаранцев и марокканцев сбросила гомосексуалистов в воду. Имамы не любят гомосексуалистов. Имамы легализуют насилие против гомосексуалистов. Бросайте гомосексуалистов с высок зданий. Мечети Нидерландов становятся мусульманской страной. Девочки все еще подвергаются традиционным обрезаниям. Мусульмане не позволяют врачам лечить женщин-пациенток. Халяль фонт вложений для мусульман. Аль-Каида объявляет священную смертную казнь Билдерсу. Лицензии на убийство из Корана. Ибо не я, а сами мусульмане должны изъять из Корана вирши ненависти. Они хотят, чтобы вы впустили ислам, но ислам не оставит места для вас. Правительство требует от вас уважения к исламу. Но в исламе нет уважения к вам. Ислам хочет подчинить и уничтожить западную цивилизацию. В 1945 году нацизм был побежден в Европе. В 1989 году коммунист был побежден в Европе. Теперь настал черед исламской идеологии быть побежденной. Остановите исламизацию. Защитите нашу свободу. Голова в чалме. Запал дымится и взрыв. Конец сценариста. Гирт. Конец. Сценаристы. Гирт Вилдерс. Скарлетт Пимпернель. Перевод на русский язык. Владислав Закревский. Фильм Гирта Вилдерса 2008 года. Вот перевод указанных сур и аятов. Коран 4 сура 56 аят. Поистине тех, которые не веровали в наши знамения, мы сожжем в огне. Всякий раз, как готовится их кожа, мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказание. Поистине Аллах великий и мудрый. 4 сура 89 аят. Они хотели бы, чтобы вы оказались неверными, как были неверными они, и вы бы оказались одинаковыми. Не берите же из них друзей, пока они не выселятся по пути Аллаха. Если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы они не нашли их. И не берите из них ни друзей, ни помощных. 8 сура 39 аят. И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, ведь Аллах видит то, что они делают. 8 сура 60 аят. И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов конницы. Ими вы устрашите врага Аллаха, и ваши врага, и других помимо них. Вы их не знаете, Аллах знает их. И чтобы вы не издержали на пути Аллаха, будет полностью возмещено вам, и вы не будете обижены. 47 сура 4 аят. А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то ударь мечом по шее. А когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы. Либо милость потом, либо выкуп, пока война не служит своих нож. Так, а если бы пожелал Аллах, он помог бы себе против них, но что бы одних испытать другими. А у тех, которые убиты на пути Аллаха, никогда он не собьет с пути их деяний. Если без предвзятости смотреть фильм и оценить его содержание, здесь написано, то очень легко в мусульманах увидеть само у себя, нашу филаретовщину и пресловутую формулу «поражай врага». Да ведь точно по этим же лозунгам всегда жили евреи, так и поступали, вырезая Сабру и Шатилу и всех неугодных им. Точно так же и в христианстве западном и восточном орудовании вырезали арабы. И тоже претензии на обладание всего мира и на распространение своей идеологии до края света. У мусульман требования к чистоте больше, чем у христиан. Не в один раз, а в разы. И подозрительно много и часто говорит Вилдерс о гомосексуалистах. Он что, разве не знает, что с этой гнилью делает Господь? Им кара только живьем испепеляющим Содом и Гоморра. Да может, мусульмане есть и чистильщики, которых так не хватает сегодня на развращенном западе. Просидели монахи шесть столетий с лишним, пока вот такой неспокойный сын Исава постучался не пустой рукой в христианские просторы. Мы-то знаем дальнейший расклад, что и христиан уничтожат, и исламу дорогу перекроют евреи, и они будут владеть всем миром, с антихристом, со знаком 666, 666, и всего только три с половиной годика. Третья ездра, 14 глава, 17 стих. Еще дальше удалится истина и приблизится ложь, уже поспешает прийти видение, которое ты видел. Видение, которое ты видел. Книга Сафония, 1 глава, 14 стих. Близок великий день Господа. Близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня. Горького запьет тогда и самый храбрый. Стихотворение. За то, что вы всегда отколыбели лгали, а может быть и не могли не лгать, за то, что торопясь от бедной жизни брали, скорее более, чем жизнь могла вам дать, за то, что с детских лет у вас жажда идеала, не в миру чувственной и грубой была, за то, что вас печаль порой не освежала, путем раздумья и часу не вела. Чтобы вы не плакали, чтобы вы не сомневались, что святостью труда и бодростью его на новые труды идти не подвязались. Обманутую жизнь не даст вам ничего. Спасибо.